Добрый день! С вами на связи Визионер с очередной подборкой новостей из мира высоких технологий. В сегодняшнем выпуске мы расскажем о новом смартфоне и первых умных часах от Google, возвращении Huawei и передвижном пауэрбанке от Volvo. Не переключайтесь! 6 октября компания Google провела презентацию, в рамках которой она представила новую линейку устройств, включая новое поколение смартфонов Pixel и первое поколение умных часов Pixel Watch. Начнем с телефонов. Google никого не удивила, предложив покупателям на выбор Pixel 7 и Pixel 7 Pro. Лаша модель получила OLED-дисплей диагональю 6,32 дюйма. Сердцем смартфона станет 4-нм процессор Tensor G2, который должен эффективно справляться с работой с нейросетями. Это позволило серьезно улучшить качество снимков и видеозаписей, а также добавить функцию распознавания лица. Кроме того, появится особый голосовой помощник, который поможет слабовидящим пользователям делать селфи. Pixel 7 получит 8 ГБ оперативной памяти и до 256 ГБ встроенной. Что касается камеры, то у смартфона она двойная. Основная имеет разрешение 50 Мп, а вторая широкоугольная с разрешением 12 Мп. Pixel 7 Pro получит дисплей диагональю 6,7 дюйма. Смартфон также оснащен процессором Tensor G2, но получит 12 ГБ оперативной памяти и встроенную память до 512 ГБ. У 7 Pro имеется дополнительная третья камера с разрешением 48 Мп. Оба телефона без подзарядки смогут проработать до 72 часов. За Pixel 7 Google просит от 599 до 699 долларов, а за Pixel 7 Pro от 899 до 1099 долларов. Сбор предзаказов уже стартовал. Google не забыла и про любителей умных часов. Pixel Watch теперь копирует дизайн Apple. В частности, тут тоже круглый дисплей, а управление осуществляется через специализированное колесико. Внутри часов находится процессор Exynos 9110. Размер оперативной памяти составляет 2 ГБ, встроенной 32 ГБ. По заверениям Google, часы способны замерять пульс, уровень насыщения крови кислородом, а также ЭКГ. Если человек упадет, то Pixel Watch смогут вызвать сотрудников службы спасения на место инцидента. Часы оснащены аккумулятором емкостью 294 мАч, что позволит им проработать без подзарядки до 24 часов. Продажа стартует уже 13 октября. За Pixel Watch без LTE попросят 349 долларов, а за более продвинутую версию – 399 долларов. Кроме того, будут доступны для покупки сменные ремешки. Компания Valve объявила о том, что портативная консоль Steam Deck стала доступна в свободной продаже. Если раньше приходилось бронировать возможность покупки гаджета, то теперь предзаказ без особых проблем можно оформить через официальный сайт. Компания также запустила продажи док-станции, за которую просят 90 долларов. Она оснащена тремя портами USB-A, одним портом USB-C для подзарядки, а также разъемом Ethernet. Весит док-станция 120 граммов. Предприниматель Ирон Маск окончательно согласился приобрести Twitter за 44 миллиарда долларов. В связи с этим он потребовал от руководства соцсети отозвать иск. Напомним, что переговоры забуксовали из-за того, что Маск обвинил Twitter в предоставлении достоверных данных. В частности, его волновал вопрос реального количества ботов. Однако руководство соцсети утверждало, что сделка зашла слишком далеко, поэтому в ход пошел судебный иск. В итоге суд согласился отложить рассмотрение дела до 28 октября, чтобы стороны успели закрыть сделку. При этом не стоит пока ставить точку в истории, ибо у Маска появились проблемы с оформлением кредита на 13 миллиардов долларов. Депутаты Европарламента поддержали инициативу, согласно которой производители мобильных устройств будут обязаны означать свою новую продукцию разъемами USB-C. Унификация позволит существенно упросить жизнь конечным потребителям. Главной жертвой активности европейского парламентария станет компания Apple, которая использует собственный разъем Lighting. Согласно предварительным данным, новые модели iPhone получат USB-C приблизительно в 2024-2025 годах. Производители роботов, включая Boston Dynamics, Agility Robotics, Open Robotics, Anybotics опубликовали открытое письмо, в котором они пообещали не превратить свою продукцию в боевые машины для нужд армии. Компании также призвали других игроков на рынке и политиков поддержать инициативу. Как считают производители, оснащение роботов оружием создает этические проблемы и новые риски. Вместо этого их необходимо задействовать в спасательных работах в мирных целях. Добавим, что изначально продукция Boston Dynamics должна была пользоваться для нужд армии США. Ее роботы должны были выступать в качестве мулов для переносов грузов по пересеченной местности. Однако от проекта Пентагон отказался в 2015 году, ибо четвероногие товарищи оказались слишком шумные. Китайская компания Huawei планирует в 2023 году возобновить производство и продажа смартфонов с поддержкой сетей 5G и вернуть лидирующие позиции на рынке. Однако для этого производителю придется найти способы для обхода санкций. В 2019 году конфликт между властями США и Китая привел к тому, что против Huawei были введены ограничения, которые лишили компанию доступа к целому ряду технологий. В результате продажи компаний обрушились не только на Западе, но и на родном рынке в Китае. По данным Financial Times, сейчас Huawei разрабатывает целый комплекс мер по возвращению утраченных позиций. В частности, речь идет об использовании процессоров с поддержкой 5G, которые производятся внутри Китая. Еще одной идеей является использование продвинутых чехлов, оснащенных специальным 5G-модулями. Сервис по заказу такси Uber совместно с компанией Motionl планирует в течение 10 лет наладить поставки робот-такси на территории Северной Америки. Как уточнили в Uber, компания планирует развивать гибридную сеть пассажирских перевозок, поэтому речи о полном отказе от живых водителей не идет. Согласно условиям соглашения, Motionl будет поставлять автономные электрокары на базе Hyundai Ioniq 5. Uber же предоставит свои базы данных для того, чтобы беспилотники совершали больше поездок и были доступны в востребованных районах. Добавим, что еще в 2015 году Uber открыла свое беспилотное подразделение. Однако инициатива завершилась полным крахом. Тогда один из тестовых автомобилей убил пешехода. В итоге убыточное подразделение было продано в 2020 году компанией Aurora. Создатель социальной сети ВК, мессенджера Telegram Павел Дуров вновь обрушился с критикой в адрес своего основного конкурента, мессенджера WhatsApp, от компании Meta. По его словам, из-за уязвимости в приложении хакеры способны получить полный доступ к смартфонам пользователям. Брежь безопасности столько серьезная, что злоумышленнику достаточно отчать видеозвонок или отправить жертве вредоносное видео. При этом Meta годами страдает от подобных просчетов в своей продукции. Шведская компания Volvo заявила, что ее флагманский электрокар EX90 будет оснащен аккумулятором, от которого позволят запитать в случае необходимости целый дом, превратив автомобиль в гигантский пауэрбанк. Такая функция является крайне востребованной в районах бедствия, как показал ураган ИЭН, ущерб от которого в США составил порядка 40 миллиардов долларов. Впрочем, подобный функционал будет доступен далеко не в всех странах мира, продажи электрокара должны стартовать уже в ноябре. При этом компания избрала стратегию постепенного скармливания аудитории информацией о новинке, поэтому долго ждать новостей не придется. На этом сегодня все. Подписывайтесь на канал и обязательно ставьте колокольчик. До скорых встреч!